Субтитры сделал DimaTorzok 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 У школоты каникулы, поэтому они точно там будут, а люди работающие еще могут вкалывать в своих офисах, ведь в нашей стране от работы никто не застрахован. Плюс эффект первого дня. А, еще два дня я все успею. Что, уже дедлайн? Но самую вкусную халяву будут разыгрывать только завтра, то есть пятница. Вообще, я рекомендую вам обратить внимание на наш график халявы. Он также прямо пропорционален графику количеству народа. Последний день на игромиры делать особенно-то и нечего. Все уже разворовано, облевано, сломано и закончилось. Поэтому для единократного посещения стоимостью 400 рублей... Уже 400, проклятые капиталисты! Я бы рекомендовал самый первый день. Слушай, нет никакого способа сэкономить. Есть. Но только между нами. Компания 1С Интерес продает комплекты предзаказа на игру Fable 3. Это что? Не знаю. Очередной консульный высер великого гения всей нашей индустрии. Так вот. Эти коробочки стоят всего 199 рублей, включая НДС. А внутри них ты найдешь... Код на какой-то DLC. Купон на скидку в 200 рублей при покупке не джевела Fable 3. Диск с дополнительными материалами. И билет на игромир! Вас понял! А сколько брать? Советую обратить внимание на следующую таблицу. Выгоднее всего будет взять два предзаказа и сходить в первый и второй дни. Но, боюсь, их уже нигде не осталось, хотя никогда не поздно купить один из этих комплектов, выставленных на продажу в различных барахолках. Но уже без заветного билетика. Жгут товарищи. Во сколько нам подходить к очереди? Практика показывает, что во сколько бы вы не пришли, вы будете ждать. Придете в 7 часов, будете ждать 3 часа. В 8 часов, 2 часа, 10 минут. В 9, около часа полтора. В 10, 2 часа, 10 минут. В 11, 3 часа. Дальше график уходит в плюс бесконечность. Но, возможно, кто-то там наверху ответил нашим проклятием и решил открыть еще 3 дополнительных входа. То есть, на этом игромире будет 4 очереди на вход для простых смертных. Ура! Ура! В прошлом, правда, тоже было 2, потом их стало 1, и все равно, я думаю, будет куча чердей. Это не поможет. Господи, вы все равно будете ждать. Наш мир ужасен. А жизнь не имеет никакого смысла. Давайте порежем себе вены и умрем. А что мне напялить на себя? Не смейтесь, это очень важный вопрос. Потому что, а, гардероба внутри нет, кроме импровизации, и б, снаружи холодно. Как обещают метеоромаги, около 7 градусов тепла, плюс гаденький, мерзкий, моросящий дождик. Отсюда вывод. Одежда должна быть влагоустойчивой, теплой и компактной. Максимум, что я могу подобрать под эти рамки, это худи. Это такая кофта с капюшоном. А главное, в особо жаркие моменты она превращается в стильный пояс, поджопник или даже одеяло. И не забудьте про удобную обувь. В конце концов, вам хотите стоять в ней целый день. А с собой что взять? Прежде всего билет. Потом рюкзак. Випов этот пункт, правда, не касается, а не так получат перешитые рюкзаки с прошедшей Кри. Рюкзак первоначально заполняется едой, впоследствии лутом. Из еды я обычно ограничиваюсь бутылкой воды и сникерсом. Впрочем, рекомендую взять жевалки побольше. Также, учитывая опыт предыдущих игромиров и часовые стояния в очереди, ой, каким мне лишним будет термос с чем-нибудь горяченьким. Иначе будьте морально готовы бегать, гениталия знает куда за пакетиком чая по 50 рублей. Также это полезно знать. Будьте внимательны, проверяйте билеты, не отходя от кассы. Билеты без наценки можно купить в 1С Интерес, Концерт.ру и в кассе самой выставки. От главного входа до 57 павильона ходят бесплатные. Буду кататься туда-сюда целый день. Маршрутки. Если вы не знаете, куда идти, идите вслед за всеми. Тысячи мух не могут ошибиться. Будьте осторожны, вы посещаете Бедломир на свой личный страх и риск. На вас всем насрать. Там мы увидимся. Ура! Ура! Ура 16. 2010 год Надеюсь, в этом году я также смогу сделать серию репортажей про Игромир. А если вы до сих пор еще не в курсе, то три моих обзора можно найти на дисковом приложении Level Up за октябрь, ноябрь и декабрь. Вау, супер! Теперь точно чао! Увидимся на Игромире. Он ужасен, не приходите туда. Мне достанется больше халявы и воздуха. Субтитры сделал DimaTorzok